15 апреля состоится очередной раунд переговоров в рамках урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. В Москве встретятся министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедьяров и Зохраб Мнацаканьян. Обращает внимание то, что Россия вновь активизировала свою роль в процессе после Венской встречи Алиев-Пашинян, состоявшейся 29 марта. Политолог, экс-госсекретарь Гавиль Гусейнли сказал, что Кремль всегда пытался и пытается сейчас сохранять свою монополию в этом политическом процессе. Даже тогда, когда в определенный промежуток времени инициатива по этому вопросу перешла в руки западных стран, Россия пытается, и порой ей удается, добиться безрезультатного завершения переговоров. Например, во время последней Венской встречи Никол Пашинян своей полной неподготовленностью, отсутствием широкого кругозора, затрагиванием тем, не имеющих никакого отношения к предмету переговоров, показал, что он пришел туда только с целью сорвать переговоры. Сведение результата встречи на нет является итогом именно его пустословия. Хотя в основе этого лежит армянская черта, в любом случае нетрудно догадаться, с какой целью создаются подобные искусственные препятствия. Всегда чувствуется невидимая рука Кремля. Очередная встреча глав МИД запланирована в Москве. На ней ожидается и участие Сергея Лаврова. Я затрудняюсь сказать, с какой позиции он будет выступать. Встречаются высшие руководители двух стран. Там будут присутствовать сопредседатели Минской группы. Поэтому, с точки зрения политической этики, совершенно непонятна функция, которую там будет выполнять министр иностранных дел страны-сопредседателя. Но когда мы говорим «это Россия», можно думать обо всем, что угодно. Политолог сомнительно относится и к вероятности достижения конкретных результатов от московской встречи. Причиной тому является то, что с армянской стороны звучат довольно-таки разноцветные заявления. Например, супруга Пашиняна, выступая в Америке, говорит, что если начнется война, вместе с сыном и автоматом в руке пойдет на фронт. Теперь пойми логику этого заявления и пойми, что этим она хотела сказать. Хотя эта женщина организует платформу мира от имени армянских женщин, делает призывы к миру. С другой стороны, с оружием в руках, вместе с сыном, она открыто говорит о намерении оккупировать новые территории Азербайджана. После венской встречи Пашинян сказал, что на переговорах не обсуждались серьезные вопросы. Главным вопросом было обсуждение привлечения карабахских сепаратистов к процессу. И этот человек, открыто высказывающий ложь, потом начинает читать новые лекции. Он может сказать все, что взбредет в голову. Может, России в лице Лаврова удастся привлечь внимание к своей роли, показать, что нитки от урегулирования находятся в ее руках, придать вид прагматизма всему процессу, повернуть ее в русло субстантивных переговоров. Правда в том, что мы не можем ожидать серьезных результатов от плана Лаврова и желаний России. Но как бы там ни было, Россия может постараться подвести стороны к определенному соглашению с целью обеспечить по определенной степени мировое общественное мнение. Москва всегда настаивает на возвращении пяти районов взамен на определение промежуточного статуса Нагорного Карабаха. Азербайджанская сторона не может принять это предложение ни в каком случае. Однако, если это произойдет, то в очередной раз не будет достигнут консенсус. Соединенные Штаты и большинство стран Европы правы в этом вопросе. Надо идти на переговоры безо всяких условий. К решению всех конфликтов на территории бывшего советского пространства надо применять один и тот же подход. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова